Было показано откровение, буквально вчера и сегодня. Интересно, что это откровение было прервано первой частью и второй. Об одном и том же. И последние где-то пару недель или три недели усиленно меня просили поделиться у невести. На самом деле было непросто. И хотя мы понимаем невесту, так как мы ее понимаем, Церковь Христова, я делился о коренных народах России, потому что они являются частью невесты, русскоговорящей, и мы не можем... Вот она была побита, написано в Писании, что ее избили стража. Интересно, что Христу достанется все-таки побитая невеста. Вот вы подумайте над этим, да? То есть невеста, которая прошла побои. То есть написано, что ее избили, она лежала брошенная на улице, стражик, обходящий город, потом встречались с ней, потом ее спрашивали другие, и там друзья жениха, и другие, она общалась с наложницами и так далее. То есть ей надо было с младшей сестрой тоже разговаривать. В общем, невеста прошла очень многие такие как бы перипетии. Это очень интересно. И вошла в возраст, в зрелость и была достойная жениха. И вот мы говорили о том, что она уже научилась быть сияющей, блистающей, издания, может быть, западная церковь, особенно имеющая ресурсы. Но ей нужно научиться быть грозной. Как полки со знаменами, это научиться ей страдать. И то, что я думаю, что дал Господь российской церкви, или русскоговорящей церкви, не только российской, а также по всему Советскому Союзу, это чтобы она могла тоже свидетельствовать о верности страданиях. Когда она избитая, лежала на земле, говорила, передайте возлюбленным, что я изнемогаю от любви. Это такое не каждый сможет сказать. Не каждый народ на земле, на планете нашей, может похвалиться тем, что он проходил в истории, то, что прошли русскоязычные христиане в Советском Союзе. И это лежит нам, генетически принадлежимое ДНК. Гонимой церкви, поэтому для этого не обязательно самому проходить гонение. Нужно просто быть отождествленным с теми, кто и прошел. Это откровение было прервано на две части. Была показана сначала невеста. Буквально вчера-позавчера с больными глазами, она плохо видела. Вчера мы здесь общались, рассказывала, что у нее было сновидение интересное. Она рассказывала о том, что видела солнце, что больные глаза ей лечили. И вот пришло это откровение, что невеста с больными глазами, она плохо видит. И из-за этого у нее много проблем и ошибок. Хотя она сама уверяет, что у нее все в порядке. И со зрением у нее все хорошо. Она отказывалась принимать тот факт, что у нее проблемы с глазами. Ей необходимо было что-то сделать, чтобы хорошо и правильно видеть. И вот это было 22-го числа откровение. Но сегодня, в 23-м буквально, недавно написали этот сон, который продолжался. Об этом же. Как продолжение вчерашнего сна. Господь почему-то прервал это сновидение невести на две части. И это не случайность. Мы должны понять, что когда Господь говорит дважды, то мы должны обратить особенное внимание на это. То есть, значит, Бог хочет, чтобы мы что-то поняли ну как-то усиленным образом. Потому что сегодня было показано продолжение этого сна. И человек, который это видел, видел невесту с проблемными глазами снова. Глаза ее были пустые. В них отсутствовал огонь любви. И они были угасшие и потухшие. Но невеста продолжала быть уверена в своих глазах. Что все хорошо. Недавно я обратился к нашему другу, пророку. И я попросил его передать послание, транслировать, как он видит видение невесты. Ну и в последнее время, как он видит церковь, тело Христа, того, что происходит в мире, в частности в Америке. Потому что он живет в Америке. То есть, ну, я думаю, что таким людям есть что сказать. Мне было интересно, что он может дать. Он послал послание звуковое, там, я не знаю, достаточно большое, сколько там, минут 20, наверное, или больше, где он вещает, транслирует то, что он видит, о том, что происходит сейчас в мире. И одна из вещей, с которой я согласен, яркая, которая у меня отпечаталась в духе, это то, что традиционная модель церкви, она не прошла испытания. То есть, она сдала позиции и не проявила того качества, как бы, зрелости и силы, которое должно было проявиться в испытаниях. Вот. То, что я говорю в последнее время, что я чувствую остро, что наряду с тем, что мы тело Христа, и мы все вместе как бы представляем тело, это силы, но там можно спрятаться. Но сегодня Господь также ищет людей, которые будут представлять индивидуальное хождение, очень сильное, Боги. То есть, это люди, которые будут как звезды. Ведь в Писании написано у Даниила, что праведники высеют, как звезды. Мы знаем, что звезды живут в созвездиях. Но эти звезды – это те, которые обратили многих к правде. Это люди, которые будут знать Бога. То есть, для этого не нужна толпа обязательно. И вот это движение парадигмы с толпы на индивидуальность, вот именно в хорошем смысле, будет, на мой взгляд, ну, актуально сейчас, когда каждый написан, каждый именно вот это слово, не все, а каждый, вот, будет научен Богом. То есть, это говорит об индивидуальном хождении перед ним. То есть, это не значит, что мы лишаемся, как бы, измерения тела, вот, целой, ну, общинной жизни, да. Но, тем не менее, очень важно будет жизнь не чужими откровениями даже, а хождение в видении. Вот, и, конечно, мой дух лично жаждет этой, такой церкви, где люди индивидуально знают Бога. Слышать его голос – это значит, что во времена тяжелых, там, репрессий или гонений, допустим, как в Северной Корее, очень важно слышать голос, потому что голос выведет тебя к победе. Но невеста без зрения, как мы слышали в этих откровениях, два раза здесь, значит, повторяет Святой Дух в откровении, что невеста, у нее проблемы с глазами. То есть, это значит, что она не имеет ведения, откровения сдвинуты, да. И второе, что она именно такая самодостаточная, она утверждает то, что у нее все хорошо, что у нее в порядке все, что у нее глаза не больные. Мы можем найти это в Библии. Именно Лаодикая, Лаодикийская церковь, она была в этом состоянии. Она говорила, что она не имеет нужды. То есть, и Господь сказал ей такие слова. «Я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажем глаза твои, чтобы видеть, кого люблю, тихо влечая, наказываю». То есть, видите, он связал именно на глазную мазь с прозрением, вот то, что Господь предлагает, золото, одежду и глазную мазь. Вот эти вот три вещи, которые являются ключом к исцелению от этого заблуждения, да, самодостаточности, вот это самолюбование, то, что свойственно сегодня современной церкви, хвастовство зданиями, там, где-то земными достижениями или количеством людей на скамьях. Но Господь другие критерии выстраивает, когда оценивает невесту. И у него другая шкала, по которой он оценивает ее идентичность с собой, а не того, что она идентифицирует себя с чем-то, с успехом, может быть, со своим внутренним опытом и так далее, с другими людьми. Но Господь не согласен с этой вот шкалой ценностей, и Он показывает ей, что ей нужно золото, ей нужна одежда, ей нужна глазная мазь. Вот, и так и говорит ей, что я включу обличение и наказание. Поэтому не удивляйтесь сегодня, что Господь потребляет на свое воздействие, свое средство восстановления церкви через наказание. И когда мы будем видеть, когда Господь наказывает свою невесту в плане на того, что это воспитательная цель, то не удивляйтесь, конечно, это будет проявляться падением звезд, служителей каких-то, потрясением церквей и так далее. Потому что это наказание, это часть воспитательной работы. Написано, кто жалеет розгу, тот ненавидит сына своего. И так будьте ревностями и покаяйте. То есть Господь не согласен с состоянием этой невесты, которая потеряла любовь. То есть там нет ревности, там нет страсти. И покаяние – это выход из этого состояния, стагнация невесты. Это очень страшно, когда невеста слепая, у нее проблемы с глазами, и она потеряла ревность, любви. Это ужасно, когда там, где должно быть демонстрация любви, на потери ревности. И он говорит, я стою у двери и стучу. Это то, что делает сегодня Господь. Он продолжает как-то стучать. Давайте мы услышим этот стук. Пожалуйста, все люди, которые сейчас слышите это послание, включите свой слух духовный, чтобы слышать стук. Господь стучит в вашу церковь. Господь стучит в ваши общины. И нужно услышать стук. Как он стучит? Стучит тихо или стучит громко? Или, может быть, уже есть даже сотрясение, вибрация там стен. Но Господь, я уверен, стучит в каждую церковь. И многие не слышат этого стука. Они только не спят или настолько заняты собой, настолько, я не знаю, звук посуды или мойки, или что-то еще. Нам нужно услышать. Господь пробивается. Он говорит, что его положение унизительное в каком-то смысле для Господа, потому что он находится вне своего дома. Каким-то образом оказалось, что он оказался вне. И он стучит снаружи. Он говорит, я стою у двери и стучу. Почему он стучит? Он может быть господином здесь. Он хозяин, он владыка. Почему он оказался за пределами наших домов? Как это могло произойти? И вот этот вопрос. И он стучит. Он хочет обратных. Он хочет снова воцариться. Он хочет зайти к нам. И он стучит. Но не на наших условиях. Это как-то произошло. Вот этот сбой. И муж на улице оказался. И он стучит. И говорит, если кто услышит голос мой, я твою дверь. Я войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. Да, закат идет. Идет уже вечер цивилизации. Но уже здесь уже не утренеть, не обедать. Надо вечерять. И Господь обещает остаться. Он обещает остаться вечерять. Это значит, он останется ночевать. Он никуда не уйдет, он не покинет. Как настоящая мать. Он останется с ребенком. И он обещает это. И он сделает. Он сдержит свое слово. И он говорит, что я войду и буду вечерять. С ним и он со мной. Нам еще надо научиться вечерять Иисуса. А не только просить Его, чтобы Он к нам сел за стол. Нам нужно научиться поддерживать эту царскую беседу. Мы вчера говорили с братьями и сестрами. Общались целый день практически вместе. И на самом деле это тяжелая работа. Я так скажу. Попробуйте просидеть в восемь с половиной часов, чтобы было интересно. Чтобы потом надо было прощаться и уходить. Это очень непросто. Это тяжелый труд. Научиться разговаривать. Научиться общаться по-царски. Научиться быть за царским столом. И сохранить достоинство невесты, чтобы царю было интересно. А не только нам. От царя было интересно. Мы должны научиться быть хорошими собеседниками. Господу нашему. Чтобы Его заинтересовывать. А для этого, конечно, нужна должна быть база. У нас должно быть внутри основания. Мы должны иметь опыт с ними, с самим собой. Чтобы быть привлекательными. Интересными людьми. Потому что многие люди, к сожалению, они ленивые, интеллектуальные. Или же духовные. И они пассивные. И они неинтересные люди. И я верю в такое, что духовный человек не может быть неинтересным человеком. Это не значит, что он там смотрелся в интернете всяких разных новостей и выдает как аккумулятор, чтобы потом снова заряжаться. Нет. Он подключен. Это не так делается. Иисус был подключен. Он всегда видел небесный, духовный мир. И транслировал его на землю. И нам нужно научиться быть в небесном. Поэтому я хочу призвать вас сегодня, чтобы мы научились вечерять с Ним. А не только, чтобы Он вечерял с нами. Потому что мы можем повиснуть, снять за свою ответственность, чтобы Господь делал всё. Нет. Господь хочет, чтобы ты тоже делал многое. А не только Он делал для тебя всё. Поэтому это такие твёрдая пища. Возьмите это для себя. Но строите, выстраивайте из себя духовный дом. Строите из себя, созидайте этот духовный дом из себя самих. Это дом, в котором Иисусу будет комфортно. Иисусу будет интересно. Ему будет не скучно. Он любил дом Марфы и Марии. А дом фарисея не любил. Потому что там были оценивающие стиля. Они оценивали Христа. Я знаю, что это значит. Не понаслышке. Люди оценивают меня тоже. И часто это делается без любви. Это делается из-за необрезанного сердца. До смешного доходит. Они могут оценивать твою одежду, твоё поведение, твои слова. И так далее. В таких домах, конечно, если взять человека, дом Господу некомфортно. Потому что там не любовь, мягко говоря. Но там, где есть действительно дом Марфы и Марии и Вифании. Если мы построим из себя Вифанию. Дом поклонения. Дом отношений с ним. Дом глубины и тишины. Или же царствования. Золото будет главным элементом в этом доме. Золото славы. То, конечно же, Господу будет интересно с нами быть. Я скажу вам. Такие вещи странные. Но Господь там, где Ему тоже интересно. Но только там, где нужна помощь. Там, где нужна помощь, Он приходит как искупитель. В этой одежде. В этом образе искупления. Но там, где наслаждение друг другом. А именно, вы знаете, что любовь подозревает наслаждение друг другом. Господь хочет тоже нами наслаждаться. А пассивная любовь не приносит наслаждение шнеху. Там, где закончилось поклонение. Закончилось обожание, страсти, ревность. И вот здесь Он говорит такие слова, что и так будь ревностен и покайся. Вот эта ревность – это часть любви. Он говорит, что ревность – это как смерть. Это очень опасно, когда человек ревнует из-за любви. Эта ревность должна быть частью нашей души. И Писание говорит, что Господь ревнитель. Он ревнует нас ко всему, что может отвлекать нас от Него. Я думаю, невеста также должна быть ревностна к Господу, чтобы не позволить себе увлечься ничем другим. Это очень серьезно. Я думаю, что ладикийский период, ладикийский синдром сегодня – это то, с чем Господу приходится работать и сражаться. Мы говорили, что есть духовный, есть пророк, есть мистика. Для меня мистика – это одно из высших вхождений. Когда человек в небесном обитает и сформировал мышление небесное. То есть он полностью погружен в духи, в небесное. И он уходит в духовное не ради себя. Его духовность перестает его интересовать. Потому что многие люди носятся со своей духовностью как с идолом. Они ищут это ради себя. Они хотят быть духовными. Они молят, постятся за дары. Но если заглянуть рентгеном Бога, что происходит, то часто это делается для себя, не для Господа. И, конечно же, но Господь сердцовец знает это. Это одна из причин, почему эти молитвы не отвечают. Потому что они вредоносны. И вот Господь хочет, чтобы мы были увлечены им, а не своей духовностью. Лично для меня моя духовность перестает иметь большие ценности, цели. Я присматриваю за собой, для меня это важно, но это не является целью. Моя духовность – это не моя цель. И когда ты понимаешь эти вещи, становится очень ясно, понятно, насколько можно быть слепым человеком. Какая-то слепая невеста, которая думает, что это все у нее хорошо. Но она не тем увлечена. Потому что увлекаться своей духовностью – это увлекаться собой все равно. Я сегодня желаю, чтобы мы были захвачены им. Когда ты настоящий мистик, божий человек, он захвачен им самим, Богом, не собой. И ты перестаешь себя сильно интересовать. А ты захвачен им. Вот я думаю, что это самое главное – слава невесты. В этом у нее будет ключевая сила, мощь и вот этот ресурс, резерв ее славы, которая внутри находится, а не снаружи. Это вот то, что будет ценно в последнее время. И эти люди, которые будут так ходить, они будут как звезды. Светило навсегда. И они обратят многих к правде. Не через классическую, примитивную евангелизацию, как бы я ее называю, а через что-то более глубинное и настоящее, подлинное. Вот, вы знаете, вот этот манит, это освобождает для него. И это действительно высшее творчество – постигать непостижимое нашего Бога, который не имеет ограничений в этой любви. В его любви нет границ. Писание говорит, что он, чтобы постичь то, что невозможно постичь. Что превыше всякого ума – это любовь. Ни один ум человеческий не может ее хватить. Поймите, что мы не можем дать уже рамки этой любви Божьей. Мы не можем ее постичь умом. В нее надо войти. Писание говорит, пребудьте в любви Божьей. Поэтому не через постижение умом, а через принадлежность. И дальше Господь говорит, убеждающему там сесть со мной на престоле, вот что он хочет. В конечном итоге это наша конечная цель – это быть с ним. И здесь речь идет, мы неправильно понимаем это место, но думаю, что сесть на престоле – это круто, наседаешь, чтобы пости, и здесь у нас сразу возникает тема власти, управления и царствования. А на самом деле это близость. Потому что когда, знаете, что царь восседает, король с королевой, то вопрос не в том, что она обладает какой степенью власти рядом с ним, а в том, что она рядом с ним. Она рядом, и это любовь. Вот. Не власть, а любовь сначала. Все должно к любви прийти. Все любые люди даже, может быть, не такого посвященного христианству и так далее, они все равно многие из них, которые мистически, как бы интуитивно идут правильным путем к всеобщему искуплению. Они понимают, что все дело в любви. Все кроется там. Что они должны все равно прийти к этому источнику. И если ты идешь к любви, в любовь, то ты идешь правильным путем. Потому что к обладанию, или к власть, к управлению, все это без любви ничто. И Павел четко сказал об этом. Что это медь линящее, и это просто треск. Это не значит ничего, если там нет любви. Поэтому мне лично становится больше понятным, это предпевается, но обратно же, это не человеческий эрос или филио. Это агапы. Она непонятна человеку, как бывает, когда Иисус повернулся и сказал, где моя мать. То есть, с одной стороны, это как оскорбление, а с другой стороны, он был погружен в отца. И, собственно, женщина, которая была его матерью, она была человеком. Но Иисус выступал здесь как Бог. Уже. Не как Сын, а как Господь. Когда сказал такие слова. Мистический опыт может быть очень могущественным, очень богатым. Когда у тебя открыто окно, и у тебя смерть и жизнь теряет границу. Когда там нет ясно отчерченного контура дверей. О том, что ты входишь в жизнь уже. Там нет смерти. Между земной жизнью и вечной жизнью смерть теряет уже свое чертание. Становится открытый переход с открытой дверью. И то, что у меня произошло, когда я имел этот конкурс преступления, я как бы пережил, что дверь я не чувствую. Где эта дверь находится? Как будто не смерть сейчас стоит между этой жизнью и вечной жизнью. А как будто бы эта дверь снесена. Она ушла. Там нету двери. И эта жизнь земная, она переходит в вечную жизнь без смерти. Понимаете? То есть вот есть такой термин «бессмертие». То есть там, где нет смерти. И Иисус обещал. Он говорит, что он не увидит смерти вовек. Вот это я понимаю, о чем он говорит. Что между тем, когда ты будешь в вечности, если ты ходишь в духе, начинаешь достигать схождения в духе высоко с ним, то переход происходит не через коридор смерти, а без смерти. То есть дверь открыта. Я верю, что есть такие хождения в духе. Мы вчера говорили об этом. Поэтому я призываю вас. Иисус сказал об этом уровне так. Сподобившиеся вечной жизни, они уже как ангелы и не умирают. Это самое воскресенье. Вот есть уровни хождения, когда люди, живя на земле, они сподобились вечной жизни, и они уже как ангелы. И они уже не умирают. Потому что они самое воскресенье. Вот для меня это высшее творчество. И я знаю, что это принадлежит святым, которые полностью преданы. И сейчас выступает в качестве невесты именно вот этот вот образ, который, ну как невесты? В чем заключается слава невесты Христа? Только в одном. Она обожает его, и все. Как она одета, как она выглядит, что говорят они другие люди, насколько она успешна в глазах других людей. Это не имеет значения. Все, чем она включена, только страстью к нему. Вот это все, что нам надо. Это самое главное. Отсюда начинается наш успех. В Боге. Независимо от того, что говорят люди. Это мистически. Поэтому эти люди, которые бывают уже не толпой, персональами, персонами, полностью захваченными им, они будут представлять интерес Господа. Не безликая толпа, которая цитирует чужие откровения, а именно каждый из нас, как невероятное сокровище. И написано, что это основание рубины, сапфиры, изумруды, алмазы. Это то, что представляем собой мы с вами, если мы сподабливаемся. Пусть Бог вырославит нас, дорогие. И написано, что побеждающему я дам сесть со мной. Давайте мы оставим на престоле, потому что мы сразу к престолу. А что будет? Какое наследство? Какое приданное? Сразу у нас на престол концентрация. А здесь не на престол, а со мною. Неважно, на кресте рядом или же в преисподней. Какая разница? Если с ним, то хоть где. Поэтому Господь сюда хочет обратить наше внимание. Нам надо сдвинуть вот эти наши парадигмы понимания слова. Когда мы оперируем тем, что выгодно земному человеку. И побеждающему там сесть со мной. Вот здесь я поставил троеточие, а потом продолжил. со мной. Задумайтесь над этим. Побеждаем членом, дам сесть со мной. Все. Вот этого для меня достаточно. Но дальше он продолжает. На престоле, на моем, как и я увидел, селся отцом на престоле Его, имеющий ухо слышать, ухо дослышать, что тут говорится к вам. Поэтому возьмем глазную массу. И сегодня я представляю вам свой рецепт глазной мази. Я не знаю, как он называется. Вот. Вот. рекомендована компания Идидия. Но это все из пещеры. Это же все из внутреннего опыта. То, о чем не говорят. А то, что фонируется в тайне. Это сто процентов. Такая мазь выходит из тайны. Она не выходит из публичности. Она не выходит из попсы, из популярности. Она выходит из тайны. И, конечно, она горькая на вкус. Она щипет глаза. Она будет обязательно щипать. Не думайте, что-то сметанкой намазать. Верхние веки дамы мажут там, я не знаю, чем могу, сами. Сметанкой она щипет, она волючая. Но она производит прозрение. Поэтому пусть Бога истает вас. И последнее, что я поделюсь о том, что я не думал, что я столько буду долго говорить об этом, о чем мы сейчас говорили. Но еще хочу сказать, что мы недавно сходили, позавчера мы сходили в Москву, приехали, первый же вечер пошли. Надо было выбрать на какую-то площадку. И мы выбрали площадку живых поэтов. То есть где-то около 10 поэтов современных. Из них большинство молодых людей. Молодых поэтов. Они демонстрировали свои стихи. У кого-то это было даже в музыкальной обработке. У кого-то просто стих. Они читали свои... Они авторы своих стихов. Когда я пошел туда, я пошел туда не за поверьте. Не для того, чтобы получать эстетическое удовольствие. Я уже покинул такие цели. Для меня искусство оно пророческим. Оделась пророческой одеждой. Потому что для меня важно было услышать землю. А поэты это светские пророки. Они, живя вне церкви, пытаются пророчествовать. Как минимум о себе, о своей точке зрения или о обществе, в котором они живут. Это очень интересный глаз, чтобы послушать поэтов. Потому что поэты это лучшие люди как бы земли. Они говорят так и видят то, что не видят другие. Он среднестатистический человек. Поэтому выбрали эту площадку и пошли с нашими братьями и сестрами, с некоторыми вот на эту сцену. То есть и я получил очень много назиданий. Хотя у нас был небольшой спор о том, что там пару человек последних уже взрослого поколения были как бы пошлыми. Выдавали пошлость и было неприятно. Но мы и их искупили. Я подумал, что кусочек света, который есть в этих людях, надо его зацепить. И Господь их не еще не убил, потому что он видит кусочек света. В общем, это было интересно. И я думаю, что здесь выступает, когда мы оцениваем голос Земли в данном городе, в этом поколении, в космосе, в этом среди галактических владений Господа есть планета по имени Земля. И там есть страны, и там есть поклоняющиеся ему, то здесь выступает уже не просто как Христос Ешоа, Машаах, еврейский мальчик или уже спаситель из Назарета, а выступает Мелхиседек. И измерение Мелхиседека это то, что сегодня необходимо нам, чтобы нам иметь глобальное искупительное мышление. Потому что Мелхиседек вышел к Аврааму и он дал Христа, он дал хлеб и вино. Я все дружу и дружу, чем я расширяюсь, шире и растягиваюсь по благодати Божьей в понимании картины мира или даже высшей цели церкви, Евангелии, я все больше понимаю, что мир Христа центричен. Все равно Иисус будет всегда царем царей. И на первый взгляд кажется, что чем ты шире, расширяешь свой кругозор, тем ты дальше от Христа, потому что мы думаем, что Христос живет в церковности, в плохом смысле этого слова, в хорошем празднике, но Христос живет также за пределами церковности, в этом смысле, как прихожанности, не знают. В общем, это удивительно. И подумайте над этим, над Мелхисадеком. Я верю, что откровение Мелхисадека в наше время должно все больше и больше раскрываться. Шафар дал мне послание, немножко послушал его, может быть, еще вас послушаю, он попросил, чтобы я выдал свое понимание того, что сейчас происходит. Вот я примерно с вами делюсь предварительно, примерно вот так я сейчас вижу картину того, что происходит и в церкви, и в мире. Здесь, сейчас я в Москве и ничего не удивительного. Я не вижу может Москву какой-то вызов или какая-то что-то здесь меня удивляет. Напротив, все предсказуемо. Непредсказуемо одно, это Бог. И Он, конечно же, потрясает, удивляет и каждый раз возвышает. Ты можешь смотреть на человека хоть тысячу часов, но это не значит, что ты им обладаешь. или ты можешь смотреть фирмы про богатство, сокровища, посетить золотую палату, но это не значит, что это золото стало твоим. Иногда мы что-то услышали и даже поняли, что-то, но это не значит, что мы этим обладаем, что мы это имеем. А Христос хочет, чтобы мы им обладали, чтобы мы не просто знали о Нем, правильно говорили или понимали даже вспышками откровений. Вот. Или я уже не беру образование христианское там, да, то есть это вообще как бы, но не дает нам права на Него, а чтобы мы обладали Христом, так же, как Он обладает нами. И Павел об этом говорил, чтобы достичь Его, как Он достиг меня. А Христос нас достиг, понимаете? И Павел понимал именно цель своего духовного путешествия на этой планете, в этой жизни, в этом пространстве, в космосе, в своем поколении. Он понимал, чтобы постичь Его, как Он постиг меня. То есть это и есть цель Места. Возлюбить Его так же, как Он возлюбил меня. И Христос задал вопрос Петру. Любишь ли ты меня так, как я люблю тебя? Это был вопрос Господа. Этот вопрос остается сегодня для нас, но самым главным, актуальным. Что вы скажете о своей любви к Нему? Вот это его интересует больше всего. Это важнее, чем то, что мы даем Ему из наших рук. И Он спрашивает Петра, любишь ли ты меня так, как я тебя люблю? Вот. И поэтому вот это я хочу на этом остановиться и в этом остаться. и отобрести, обладать Господом, как Он возобладал нами, достичь Его, как Он достиг. Для меня лично нет важнее этого сейчас, в этом сезоне. Я могу дать Ему тысячи спасенных, я могу дать Ему сотни молитвенных домов, и это не сравнится с этим, о чем мы сейчас говорим. Вот. И пусть Бог нас благословит, дорогие братья и сестры. Я ожидаю тоже встречи. Я хочу услышать вас. Вы в чем? Я хочу услышать ваше сердце. Хочу посмотреть, чтобы мы с братьями могли говорить вот с истиной, нашим сподлинным Я, а не с тем, что мы придумали на ревизом поприще. Чтобы мы сорвали маски, сняли с себя образы и остались сами собой в чистоте. Но пара честности приходит максимальной. конец ревизом играм. это не виноватец. Но вы понимаете, что можно было встретить не девочку, которая еще не готова к супружеской жизни, а действительно встретить ту, которая уже созрела. И вот Господь ждет такую невесту. ух, прямо и останавливаться невозможно. На этом я приторможу, остановлюсь, потому что я сейчас могу в выступление уйти. У меня такое ощущение, что я сейчас могу покинуть просто легко. Но так и есть. Я верю, что так надо ходить. Именно святые ходили так. Когда Господь забирал их, восхищал, они переживали трансы. И как бы мы могли этот опыт делать не через экзальтацию молитвенных воплей. Как угодно. Мне кажется, что Илья ходил в этом. Енох, апостол Павел. И поэтому Господь нас зовет туда, чтобы быть с ним. Подумайте над этим. Что значит отрешиться от всего, что ты имеешь, чтобы быть с ним. Ответственности остаются. Мы делаем это своими руками. Но наше сердце оно без остатка должно приезжать ему. Пусть Бог нас благословит. Спасибо.